Привет! Если вы тоже родились, как и я, с остренными и кривыми ногтями и пальцами, тогда это видео для вас. Наши страдания в прошлом, девочки, потому что всемогущие ученые изобрели чудодейственную жидкую ногтевую броню. Я освоила искусство маникюра так же хорошо, как освоила искусство создания интересных видео, то есть плохо, но уже готова поделиться этим с вами. Это рекламная пауза, видео выходит при поддержке Skillbox. Графический дизайн повсюду. Все упаковки, которые вы трогаете руками, все рекламные вывески и все фирменные стили для брендов разрабатывают графические дизайнеры. Бывало ли у вас такое, что вы идете по улице, а там стрёмная рекламная вывеска, от которой идет кровь из глаз? Исправить этот уродливый мир и спасти чужие глаза в ваших силах. На курсе профессия «Графический дизайнер» вы научитесь создавать фирменный стиль, клевые упаковки и эстетичную рекламу, используя иллюстратор, фотошоп, индизайн и фигму. Для этого совершенно точно не нужно уметь рисовать, но нужно тренировать насмотренность и понимать тренды в области дизайна. И в этом вы тоже будете упражняться на курсе. После каждого теоретического блока вас будут ждать практические задания, поэтому выпуститься с курса вы должны будете как минимум с 12 готовыми проектами в портфолио. Это почти все, что вам нужно знать. Осталось сказать, что по промокоду CONSERVO3 вы получаете дополнительную скидку 5% год английского и любой второй курс в качестве бонуса. А доступ к курсу сохраняется навсегда. Становитесь крутыми дизайнерами и переходите по ссылке в описании. Это конец рекламной паузы. Давайте посмотрим на эти жалкие огрызки. Для первого этапа нам понадобится сверлилка. Подойдет самая дешевая. Моя первая бормашинка была с Алика и крутилась только в одну сторону. Однако и этого было достаточно, чтобы почувствовать себя мастерицей. Для вырезания по ногтям нужны ногтевые сверла. Их называют фрезами. Из фрез на этом этапе мне понадобится синяя приблуда и красный шарик. Это все. Но если вы очень богаты, все равно для начала не покупайте больше фрез. Лучше отдайте лишние деньги мне на бусте. А о третьем сверле я расскажу чуть позже. С синей приблудой, не надавливая и не зашпиливаясь глубоко под кутикулу, счищаем налипшую плоть. Синяя приблуда также приподнимают кутикулу, чтобы потом вы смогли ее заполировать или при желании срезать и съесть. Вжух-вжух! Вот так поелозили по ногтю и втыкаем шарик. Теперь я хаотично еложу прямо между кутикулой и ногтем, как бы заполировывая весь кожный ворс, который тут у меня вырос за год без маникюра. Заполированная кожа вокруг ногтика спасет вас от заусенцев. Очень, кстати, подойдет тем дерматиломанам, которые любят есть кутикулу и кожу вокруг ногтей. При регулярном использовании такой полировалки вы не сможете уже зацепиться за что-то зубами. Я чуть-чуть запилила под корень расслоившиеся обрывки ногтей, и теперь уже выглядит это все не как говно, и мы можем начинать красить. Сначала только обезжириваем ногтик, можно спиртом или ацетоном. Вам понадобится абсолютно любая ювелет-лампа любого производства, любого бренда. Берите большую и самую дешевую. И еще нам понадобится жижа типа каучуковая база, жижа типа топ и цветной гель-лак опционально. Когда у меня супер короткие ногти, я их не крашу цветом. По-моему, это стремно. У вас может быть другое мнение. В подробностях я расскажу про нанесение базы снова попозже. Сейчас только скажу, что пару недель я проходила просто с прозрачными ногтями под базой и топом, чтобы они не растворились в воде, пока я мою руки. А потом я отнесла свои ногти в салон ногтевой пару раз и получила вот такое прибавление в длине. Но все это можно было сделать дома. Когда гель-лак отрастет от кутиклу дальше 3 мм, я чувствую себя омерзительно, и мне хочется отгрызть себе пальцем целиком. Поэтому я обновляю маникюр в среднем раз в 10 дней или чаще. Вы можете реже, если вам нормально. Итак, вы отрастили нечто под вашим первым покрытием. И что же дальше? Нам понадобится третий ногтевой напильник. Это зеленая или синяя белая кукуруза. Да, зеленая или синяя, но обязательно белая кукуруза. С ее помощью вы сможете отодрать свой лак. Без нее, к сожалению, никак. Включите свою шайтан-машину и вот так вот туда-сюда возите крутилкой по ногтям, оставляя тонкий слой предыдущей базы, чтобы не пилить сам ноготь. Если вы увидели как бы светлую пустоту под базой, запиливайте только эту зону до чистоты. Таким образом, чтобы не осталось щели, в которой может пролезть микроб. Короче, отслойку нужно спилить. Подпилить лишнюю плоть и заполировать кутикулу снова тоже надо. Вы видели это тапрание. Конечно, по дороге вы промахнетесь и обдерете себе половину пальцев в кровь. Без этого, к сожалению, никак, особенно в начале. Но просто игнорируйте эту боль и продолжайте. Я купила новые лаки. И чтобы не умереть от анафилактического шока и не потерять все пальцы рук, я всегда делаю сначала один палец новым гелем. Сначала тончайший слой каучуковой базы. Это типа клей. Я использую каучуковую базу, потому что на моих мягких, как говно, ногтях ничего другое не держится и просто отслаивается, когда ногти гнутся. Лечим эту конструкцию в лампе. Ну, секунд типа 15 хватит. И сверху жирно, как масло на хлебе в детском саду, шлепаем побольше материала. Ну, то есть базы. Ох, вы ничего не видите. Ну, блин, короче, я взяла второй гель с цветом, но на самом деле, технически, это тоже база. Просто представьте, что она прозрачная. Наша задача незаметно подкрасться к кутикуле таким образом, чтобы под кутикулу ничего не попало. Балансируем на грани. Опять ничего не видно. Давайте попробуем еще раз. На соседнем ногте я тестирую другой лак. Вот он, первый слой, тонкий. Бом-бом-бом. Мы подтолкнулись к запретной зоне, но не нарушаем границы. Похилились. Теперь наворачиваем слой потолще. Опять подкрадываемся к краю, как ниндзя. И капаем в центр капельку. И распределяем по ноготью так, чтобы во всех проекциях получились нежные холмы, а не дороги, как в России. Ну, типа без ям стараемся сделать, да? И я опять исчезла из кадра. Надеюсь, в следующий раз получится показать получше. У меня осталось еще восемь ногтей, чтобы вы смогли рассмотреть, что же на самом деле там происходит. Лечим жирный слой минутку-полторы и заливаем цветом, желательно в два тонких слоя, хорошенько каждый из них просушивая. Красим, короче, как обычным лаком. Когда просушили минутку-полторы, финальный цвет нужно нанести топ. Но она была не в себе. Посмотрите на это несчастное создание. Она пытается сделать змейку объемную и только потом заливает ее топом. Эта глупышка еще не знает, что весь рельеф исчезнет. О, вот, смотрите, она догадалась, но теперь она добавляет объемчик топом. Пожелаем ей скорейшего выздоровления и попытаем удачу в другой день. На утро следующего дня она узнала, что у нее нет аллергии на те китайские низкосортные гели, которые она купила. И теперь можно спиливать все ногти. Когда мы делаем маникюр, мы делаем сразу все ногти. Пожалуйста, если у вас нет пылесоса, то делайте это хотя бы в маске, а лучше в двух, иначе эта резина навсегда останется в ваших легких. Как вы понимаете, эффект ядов и аллергенов накопительный. Ну, короче, мне не нужно, наверное, объяснять. Вы сами по запаху поймете, что надо, наверное, надеть маску. Полирнули кутикулу, и можно снова красить. Тонкий слой наношу сразу вабанг на все ногти. Хилимся в лампе и лепим котлеты на ногтях. Из-за того, что ногти тонкие и мягкие, мне приходится делать очень толстый слой лака, к сожалению. Но вы можете так не делать. Знаю, что это многих бесит. К сожалению, иначе я не могу. Вот так вот, короче, налепили котлеты, выровняли котлеты, просушили. Дальше размазываем цвет, или, как в моем случае, цветную базу. В принципе, пофиг, чем вы там краситесь. Я вам сейчас это докажу. Смотрите, берем ноготь. Вот у нас готова база, короче, да. Мы берем ноготь и берем акриловые чернила. Уверена, под эти цели подойдут прям вот любые акриловые краски или даже темпера. Шлепаем вот так вот на ногтик и дрожащей рукой пишем портрет любимого. А, что такое? Любимый все еще не похож? Не беда. Берем перманентный маркер и прямо вот так левой рукой на скользком и выпуклом ногте правой руки бахаем бомбезный лайн-арт. Ну мы же художники, что нам стоит, правда же? Ждем, когда маркер высохнет и краска высохнет. И потом покрываем тонким слоем топа и в лампу. Что такое? Все еще не шедевр? Добавим немного реализма. Можно просто капнуть капельку топа. Вот так, типа это башка Шрека выпуклая. Понимаете, о чем я? И вот так вот нужно вылечить это все в лампе. И у нас получился выпуклый прыщ. В конце маникюрчика со всех ногтей надо снять липкий слой. Лучше просто спиртом, чтобы у вас не было аллергии. Ну и вот и весь туториал. Дерзайте, не забывайте три правила. Не спиливать предыдущую базу под ноль. Убирать руку из лампы, как только ноготь начал греться. И не есть желтый снег. Всем спасибо за внимание. Пока!